Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Спасибо, что заходите ко мне, не забывайте, спасибо, что пишете комментарии. Сейчас хочу поделиться с вами своими находками, вначале косметическими, может быть, полукосметическими. Ну и в финале этого ролика будут уже такие хозяйственные находки, бытовые. Какао золотой ярлык. Любой порошок какао вы можете использовать совершенно неожиданным образом. Ну, кроме того, что получается чудесный напиток какао, очень полезный, кстати, который снимает чувство голода, если вы это не знали, да. И что вы можете еще с ним делать? Вы можете им воспользоваться в качестве бронзера. Сейчас покажу, каким же образом. Прижать он будет на коже, при условии, что вы вначале припудрите кожу, то есть уберете жир. Присыпаю какао вот в такую вот коробочку, ну, просто мне так удобнее. Берем чуть-чуть, лишнее смахиваем. И пробуем воспользоваться им как бронзером. Оно не пятнит, обратите внимание. Теперь смотрите, вот там, где не было пудры, он, видите, пятнышками идет. Там, где была пудра, он лежит идеальным бронзером. Смотрите, какао цвет не рыжий. То есть он не дает рыжий оттенок. Для того, чтобы вам было виднее, я нанесу больше, естественно, в жизни вы так не будете наносить. Ну, либо будете только, когда у вас очень хорошо загорелая кожа. То есть, во-первых, вы получаете шикарный бронзер натуральный. Для тех, у кого аллергия, обратите на это внимание. Ну, естественно, не должно быть тогда аллергии на какао. Но, в итоге, вы получаете еще потрясающий аромат на коже. То есть, вы можете использовать его на ножки, на ручки, везде, где хотите. Смотрите, он не стирается. У вас получится вот такой вот приятный золотистый цвет кожи. По-моему, это замечательная находка. Следующая моя находка – это вот такие вот, всем уже, я думаю, известные квасцовые дезодоранты. Квасец – это натуральный минерал, который добывается в горах. Он спрессовывается, да, вот вытачивается вот в такой вот, в такой цилиндрик вытачивается. И, соответственно, закрепляется вот на держателях. После шугаринга, либо восковых депиляций, он замечательно залечивает ранки и очень быстро снимает воспаление. Также, если у вас есть какие-то аллергические воспаления на коже, попробуйте нанесить его на влажную, чистую, вымытую кожу, и вы увидите, что он будет работать не хуже антибиотика. То есть, это природные противовоспалительные элементы. У кого аллергия, у кого чувствительная кожа, кто не переносит ароматов, вот вам сюда, друзья, пожалуйста, запомните этот прекрасный способ. Залечивает моментально. Раздражение снимает моментально, бикини, ножки, ручки. То есть, все, что хотите, вплоть до того, что можете дать его своим мужьям, у которых также есть раздражение после бритья. Перед вами не очень чистый ботинок. Ну, точнее, он на самом деле идеально чистый, потому что он уже был протерт спиртом вот здесь. Не поверите до такой степени, что просто вот уже полоски даже видны. До такой степени я его натирала спиртом. Чтобы не быть голословной, вот такой вот бытовой очиститель, универсальный спирт. Я смачиваю вот так вот, ватную палочку смачиваем этим спиртом. И начинаем оттираться. Как вы видите, получается слабо. Это уже десятый раз я по этому месту тру. Ну, так, в общем, слегка-слегка какой-то след, вот видите, остается на палочке. Но с большим-большим трудом. И теперь, внимание, чем же вы можете оттереть вот такие вот кроссовочки, которые нынче модно делать на светлой платформе. Обычная мицеллярная вода. Прекрасно оттирает въевшуюся краску на кроссовках, на подошвах, где бы то ни было, вплоть до сумок, перчаток и всего остальное. Давайте покажу. Так, внимание, вот чистая палочка. Смачиваем ее в мицеллярной воде. Как вы видите, вот чистая сторона, да? Чистая часть ботиночка, это все оттерто этой мицеллярной водой. Смотрите. Причем сейчас очень популярная тема в косметологии. Это вопрос о том, стоит ли смывать или не смывать все-таки мицеллярную воду после ее использования. Друзья, ну я думаю, тут в общем результат налицо. Посмотрите, какая грязь. Я думаю, что такие средства агрессивные, как мицеллярная вода, всегда стоит смывать с лица. Вот знайте это просто. Не оставляйте такие средства, которые берут вот такую вот краску, да, на своем лице, на ночь особенно. Даже те средства, на которых, вот как на этом написано, вот здесь не требует смывания. То есть даже когда производитель утверждает, что не требует смывания, это самая легкая получается мицеллярная вода. Даже ее я бы рекомендовала вам смывать в связи вот с такой вот агрессивностью. То есть еще какое-то время я потру, черная будет абсолютно, ну вот она уже черная палочка, и полностью исчезнет вот эта вот краска, которая уже въелась. Так что, друзья, конечно, здорово, что мы с вами нашли вот такой вот способ очистки. Ну и здорово вдвойне, потому что теперь мы знаем, что мицеллярную воду стоит точно смывать с лица. Дальше. Масло, мятый перечный, миндальный, миндаль горький, эвкалипт. То есть если у вас есть вот такая вот обычная совершенно лампа, да, которая вот таким вот образом ставится на стол и в рабочем состоянии нагревается, вам достаточно будет намазать ее, просто нанести неразбавленное масло на саму вот эту поверхность лампочки, которая в дальнейшем будет греться. И эта лампа начнет испарять прекрасный, приятный аромат. Это значит, что? Это значит, что периодически раз в день вы можете наносить любое новое масло, оно не портит лампу, и вы получите арома лампу дома. Мятый перечный успокаивает, будет лучше спаться. Я наношу ее на диск и вот так чуть-чуть смачиваю лампу. И затем ее включаю. Она у меня вот такая вот, тач. То есть чем чаще к ней прикасаешься, тем она интенсивнее горит. Но вы можете использовать совершенно любую лампочку. Берем обычную корицу, и она мне очень помогает в процессе приготовления рыбных блюд. Да, не удивляйтесь, то есть корицу обычно кладут, как собственно здесь и нарисовано, да, в булочке, в выпечку. А я кладу на кончики, на кончики ножа, чуть-чуть совсем, для того, чтобы убить неприятный, сильный рыбный аромат. То есть это абсолютная находка для тех, кто не любит яркий аромат рыбы. То есть во время даже приготовления рыба уже так сильно не пахнет. Это то, что я открыла для себя совершенно случайно. Просто, ну как мне показалось, перепутав приправы, они у меня были насыпаны в одинаковой коробочке. Я чуть-чуть посыпала рыбку, и потом оказалось, что у нее очень приятный такой восточный привкус. И мы долго не могли понять, что же это такое, пока я не поняла, что да, я таки перепутала две баночки. И следующая замечательная моя находка, которая экономит мне огромное количество денег, поймут меня те, у кого есть посудомоечная машина. Но сейчас она есть уже у многих, друзья. Обычная поваренная соль, просто крупного помола. То есть не мелкая-мелкая, да, помол номер один, а именно вот крупная соль. И обязательно без добавок. Она абсолютно способна заменить специальную, так называемую специальную в кавычках соль, которую продают по баснословным ценам для посудомоечных машин. Что делает соль? Она просто смягчает воду, то есть меньше образуется налета. Вот и все. И это способна делать любая соль, без дополнительных добавок. То есть не юдированная, не с какими-то там приправами, просто чистая обычная соль. Вот такую соль я заказываю с доставкой из магазина. Вот, впрочем, как и все продукты. То есть такой вот тяжести я не нашел. Мне привозят сразу несколько пачек, и, собственно, дальше я ей пользуюсь. Ну и по составу, если вы сравните, они практически идентичны. Может быть, туда чуть-чуть специальную соль. Некоторые производители, даже не все, дополнительно какие-то умягчители добавляют. Но тех денег, которые стоит эта специальная якобы соль, она, конечно же, не стоит. Это абсолютно маркетинговый ход, как и волшебные синие, там, зеленые, оранжевые гранулы в стиральных порошках, которые являются тем же самым порошком, прокрашенным в другой цвет. Так что знайте это и не тратьте лишние деньги на какую-то ерунду. Часто нас раздражает вот такого вот вида зубная паста всяк, кривая, непонятно какая, из нее тяжело что-то выдавить, неудобно. Пытаешься вот таким вот образом что-то из нее изъять. Ну и в итоге просто это бесит, когда она вся такая вот, ну, в общем, непрезентабельная. Я заказала вот такие вот замечательные веселые штучки за совершенно смешные деньги на Алиэкспресс. Ну, в общем-то, я думаю, что ее можно купить и сейчас уже в любом магазине хозяйственном. Просто это те вещи, которые очень сильно упрощают наш быт и помогают нам не раздражаться лишний раз. То есть вы надеваете ее просто вот так вот на зубную пасту и паста выглядит вполне прилично. Ее можно положить даже, если она заканчивается. Ее можно поставить и так, и так она выглядит забавно, смешно и вполне прилично. И уже не раздражает. Тоник с янтарной кислотой. Нет, друзья, не для лица, а для растений. С таким вот дозатором, разбрызгиватель. Пыль. Для чего он нужен? Для тех, кто имеет красивый заросль ледовый, ну или просто любимый цветочек, который очень часто бывает жутко пыльный. Просто потому что открываем форточки, да, открываем окошки, все это садится, жарко, душно, пыль. Очень советую вам попробовать вот этот вот тоник. Он, буквально чуть-чуть его нужно побрызгать на листики, на чистые, да, когда вы их один раз протерли, и все, друзья, к ним вообще не прилипает никакая пыль. Просто чудо, я абсолютно счастлива. Ну, тут написано витамины, ну, в общем, это то, что, конечно, там нет особо никаких витаминов. Что самое важное, это янтарная кислота, которая просто дает глянцевый абсолютно блеск листикам, и просто к ним ничего не прилипает. Попробуйте, очень вам рекомендую. Ну, и теперь финальный момент. Паба-баба, самый простой способ, как сделать так, чтобы ваше мыло, если вы, конечно, пользуетесь вот таким мылом, как пользуюсь я, да, просто любите, например, ручки мыть с кусочком мыла, да, а не жидким мылом, то вы знаете, что мыло, лежащее в мыльнице, постоянно расквашивается, становится мокрое, противное, склизкое, ну, и, в общем-то, продукт часто выбрасывается, тает, почем зря. Что можно сделать с тем, чтобы он не таял и не был мокрым? Нужно просто приобрести вот такие вот мыльницы, то есть, это мыльница из губки. Сейчас они есть, я думаю, что вы их найдете без труда, это тоже с Алиэкспресс, то есть, все, что не потерялось на этом сайте, все, как бы, больше мы там ничего не заказываем, 15 посылок у нас потерялось. Но это очень удобная вещь, вот у него такая тут выемка, вы кладете просто мыло сюда, и она стоит на раковине, и все. Вся вода, которая остается на этом мыле, она просто впитывается вот в эту, да, губочку, в эту мыльницу, ну, а когда она становится такая уже запачканная мылом, вы просто вынимаете мыло, смываете ее, вот так вот все, вы отжимаете, и опять у вас чистая мыльница. То есть, вам совершенно не нужно очищать эти противные мыльницы, знаете, которые такие все в каких-то кусках мыла разноцветных. Вот, то есть, вот такие вот у меня сегодня находки замечательные. Если вы считаете, что это такие видео полезные для вас, если они вам нравятся, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо огромное, что были со мной, будьте благодарны за все, что имеете. Пока!